Как думаете от мнения работников, руководителя, представительства президента Украины в Крыму, зависит ли то, что будет делать власть в Киеве? Какие там вказки, напрямки, вектори отримал, и он сразу начинает с того, что он доносит такую позицию, и очень хромающе это преподносит, но это очевидно. По-друге, действия представительства президента, я там працював, и моё извольнение, моя відставка с посту на тот момент, виконача область постельного президента, также связана с тем, что администрация президента, если вы помните, я писал открытую листу до Зеленского, до открытого листа я обратился листами до президента, у меня были рабочие встречи, и вы знаете, политика, которую я поддерживаю, маю на увазе политику дипломатического тиска на агрессора, у нас другого шляху нет, у нас пока нет решения войскового освобождения от того, что оккупано Крим, она была такая, знаете, никакая, она не воспринималась на мой взгляд. Я чувствовал, что у нас разные взгляды, и я чувствовал, что я на своей посаде не смогу реализовывать надалее политику деокупации Крима. Но люди пришли, они знали, куда они шли, они знали, и сейчас выходят, ну, я вважаю, что, как минимум, после того, как они почули все это, это органы, которые не подпорядкованы ані уряду, ані іншому, знаете, органу влади, безпосередньо подпорядкованы президентов и Украины. Они должны ответить президентам с любых вопросов, связанных с Кримом. Это первое. По-друге, у нас есть Служба безопасности Украины в Криме, которая базируется безпосередньо в Херсонии. Что бы я сделал? Я бы сделал заяву в Службе безопасности Украины, чтобы письмо мне ответили, что до анализу этих условий с боку премьер-министра на знаки Державної зрады статт. 111, потому что там такие знаки есть.